Все мои мысли негативные. Американский актер Хоакин Феникс, который играет главную роль в новом фильме про Джокера, рассказал, как проходила подготовка к съемкам. Самый известный антигерой комиксов уже в октябре появится на экранах. Именно роль Джокера заставила звезду изрядно попотеть и перевоплотиться. Критики оценивают новую экранизацию как одну из лучших. И это не зря, ведь сам актер довольно хорошо вписывается в образ. Однако ему пришлось очень быстро сбросить 23 килограмма. Такие резкие изменения, конечно же, сказались и на психике. А вот фишкой стал коронный смех Джокера, над которым актер работал месяцами. Смех Джокера должен быть чуть ли не болезненным. Думаю, это часть его личности, которая вырывается наружу. Еще мне кажется, что мы все уже знаем, что такое смех Джокера. Но в этом фильме он будет ощущаться по-новому. Я думал, что у меня не получится воспроизвести его. Я отрабатывал его один. А потом попросил Тодда прийти послушать меня. Мне надо было отрепетировать перед кем-то. Было очень неудобно. Это заняло у меня много времени. Признается актер. И пока бывший исполнитель роли одного из самых крутых врагов Бэтмена Джаред Лето на съемочной площадке полностью становился Джокером и делал пакости, то Хоакин признался, что решил не давать персонажу симптомов каких-то конкретных психических расстройств, а хотел сохранить в нем тайну. «Его борьба в поисках счастья, тепла и любви – вот, что привлекало меня в этом персонаже. Я почувствовал Джокера с разных сторон. В первые дни съемок он был одним, а в последней – совсем другим. Он постоянно развивался. У меня раньше никогда не было такого опыта», – добавил Феникс. Американский актер Хоакин Феникс заставлял коллег по фильму «Джокер» нервничать во время съемочного процесса. Поскольку в любой момент мог уйти с площадки. Об этом в интервью New York Times рассказал режиссер картины Тодд Филлипс. «В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них. Но они на самом деле были ни при чем. Все дело в нем. Он просто не чувствовал правильный настрой», – приводит слова режиссера телеканал 360. Премьера фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса состоялась в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Сеансы для журналистов и работников киноиндустрии прошли в субботу, 31 августа. Отмечается, что публике пришлось занимать очередь задолго до начала. На двухчасовых показах не было свободных мест, а финал ленты аудитория встречала аплодисментами. Также слышались многочисленные выкрики одобрения. Критики усмотрели в картине кандидата на получение премии «Оскар». Напоминаю, что новый фильм «Джокер» хоть и знакомит с уже известным героем комиксов, однако ощутимо отличается от истории DC не только по сюжету. Новая лента показывает, как можно стать антагонистом не только через химикаты, а реальное жестокое общество. Премьера фильма состоится 3-го октября. А Мюррей хотел попросить, да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Субтитры подогнал «Симон»!